Предприниматель из Эстонии решил сделать всю землю чистой. Чтобы этого добиться он начал соответственно действовать, очистив от мусора свою страну. Он решил, что на этом не остановится и продолжит расширять свой круг частоты, пока не сделает всю землю красивой. Эстонского предпринимателя Райнера Нилвак ужасно раздражали полиэтиленовые пакеты в лесу. Честно говоря, я не любитель подбирать мусор, говорит Райнер. Но я встречал его столько, что больше не мог терпеть. Сложно в одиночку пытаться бороться с привычками людей. Тебе кажется, что нужно либо эвакуироваться на Марс, либо срочно что-то предпринять. Райнер пожаловался местным чиновникам, но это не сработало. Тогда я понял, что единственный способ достучаться до людей, пожертвовать чем-то самому, рассказывает он. Ты не говоришь всем, что делать или как себя вести. Ты показываешь, как тебя лично ранят действия людей. И тогда они приходят помочь тебе и сделать тебя счастливее. Райнер объявил о совершенно безумном плане. Он, самый обычный житель страны, очистит всю Эстонию от мусора за один день, 3 мая 2008 года, и собрал команду единомышленников из четырех друзей. На первой встрече моя подруга записала в блокноте, для протокола, мы очистим всю Эстонию 3 мая, рассказывает Нилвак. Увидев это, я подумал, ничего себе, теперь все официально. Хотя на самом деле это был абсурд, у нас не было ничего, чтобы приблизиться к цели. Райнер и его команда начали записывать имена тех, кто мог быть полезен. Поначалу это были просто друзья друзей. Мы звонили каждому лично и объясняли идею, говорит Райнер. А потом спрашивали, настолько ли безумен человек, чтобы присоединиться к нам и помочь. Так к нам пришли первые 20 волонтеров. Все, кроме одного, дошли с нами до самого конца. Райнер оказался прав. В ответ на его энтузиазм люди начали жертвовать чем-то сами. Ради участия в уборке одна женщина отказалась от подарка на своей основной работе, двухнедельного путешествия на тропический остров. 650 волонтеров по всей Эстонии под руководством Райнера организовано работали бесплатно. Но больше всех вкалывал со мной уваг. За подготовкой он проводил по 12 часов в день в течение 7 месяцев. Мы шли к лучшим адвокатам и говорили, нам кажется, мы сможем очистить страну от мусора, если вы предоставите нам ценных сотрудников. Получая согласие, отправлялись к журналистам и предлагали им сделать сюжеты об этом событии, говорит Райнер. В какой-то момент у меня было по 5 встреч в день, и во время разговора с людьми я еще успевал думать о своем. Каждую субботу мы встречались и составляли карту мусорных свалок. Наш общий чат в скайпе непрерывно работал 7 месяцев. Если кто-то заболевал, то другому человеку приходилось жертвовать сном ради подготовки. Утром 3 мая на акцию пришли 50 тысяч человек. Без участия государства, без агитирующих плакатов и назойливой рекламы. Райнер до сих пор с удивлением отмечает, это только официальные цифры, еще тысячи добровольцев просто не зарегистрировались. В этот день мусор собрали на всех точках, 10 тысяч тонн. Неожиданно для Райнера феномен акции сделаем. Начало распространяться как вирусное видео. Ему звонили со всего мира, чтобы узнать о том, насколько правдиво то, что произошло в Эстонии 3 мая. Приехавшие из Франции тележурналисты даже объехали вместе с Райнером все места бывших свалок. Однажды мне позвонил преподаватель крупного бразильского университета, рассказывает Райнер. Сказал, что начинает учебный год с показа видеосюжета о нас. А мы то думали, что просто решали проблему в Эстонии. Так, уже в следующем году Райнер предложил людям из разных стран мира перевести идею на мировой уровень. Глобальная сеть сделаем. Let's Doot – это объединение волонтеров в разных странах мира, увлеченных идеей очистить места вокруг них от мусора. У нас в списке сейчас больше ста стран, говорит Райнер. Некоторые из них куда стали успешнее Эстонии, например, Словения. Там живет около двух миллионов человек, но на акцию пришли 240 тысяч. 13% населения. Почему? Потому что ее организовали молодожины, которые использовали для этого подаренные им на свадьбу деньги. Не важно, насколько серьезные у тебя связи или насколько ты богат, если ты жертвуешь чем-то, то можешь изменить что-то в мире в одиночку. Только так можно узнать, чего ты стоишь. 8 лет назад Райнер всего лишь хотел убрать полиэтиленовые пакеты из леса, а в итоге запустил цепную реакцию по всему миру. Каждый год в марте в Эстонии десятки тысяч человек уже без помощи Райнера встречаются ради своеобразного субботника, убирают мусор, красят стены детских садов и понемногу делают пространство вокруг себя лучше. На сентябре 2018 года намечена следующая акция сделаем, на этот раз не только в Эстонии. «Очистим от мусора нашу небольшую планету», — скромно говорит Райнер. «И после всего услышанного у меня нет сомнений в том, что это великолепное безумие сработает снова. Понимаешь, мне пришлось перестроить всю свою жизнь», — говорит Райнер. «Но в обмен я получил спокойствие. Какими бы ни были результаты, когда мне однажды стукнет 85 и я посмотрю на себя в зеркало, то пойму, что сделал все, что мог, чтобы быть счастливым». Продолжение следует...